Глава 13. Война и мир. Господь благословит свой народ миром. Конец цитаты. У мудрецов можно найти и другие слова. Велик мир, ибо Божье имя – мир. Бамидбар-раба 11.7 Велик мир, ибо он включает все благословения. Воикра-раба 9.9 Велик мир, ибо именно так завершается благословение Коэна. Танхума Цав 7. Есть и такие слова. Велик мир, ибо Бог сказал о своем собственном непроизносимом имени, начертанном в святости, да будет оно смыто в воде в случае с подозрением в прелюбодеянии. Бамидбар 5. Чтобы принести мир между мужем и женой. Конец цитаты. Во вот 1.18 мы читаем. На трех вещах стоит человечество. Правосудие, истине и мире. В Турат-Куаним Бехукатай 1.8 говорится «Я дам мир в земле». Воикра 26.6 Возможно, вы скажете, пусть есть пища и вода, но если нет мира, то это все – ничто. Следовательно, Писание говорит «Я дам мир в земле». Отсюда мы учим, что мир перевешивает все. Также сказано Ишаягу 45.7 «Я делаю мир и создаю зло». Здесь мы учимся тому, что мир компенсирует все. Смотри, Бамидбар-раба 11.5-7 Кроме того, мудрецы учат. Таанит 22. Раб Берока Хозаа бывало заходил на рынок в Бейлопате, где его часто навещал Илья. Однажды он спросил пророка «Есть ли на этом рынке хоть кто-то, кто имеет долю в будущем мире?» Илья ответил «Нет». Когда они беседовали, два человека прошли мимо них, и Илья заметил «Эти двое имеют долю в будущем мире». Тогда Раби Берока подошел к ним и спросил «Чем вы занимаетесь?» Они ответили «Мы – шуты, когда мы видим, что люди опечалены, мы веселим их, и когда видим, что двое ссорятся, мы изо всех сил стараемся помирить их». Конец цитаты. Как минимум четыре трактата «Брахот», «Евамот», «Назир» и «Киритут» содержат следующий отрывок. Раби Элазар сказал от имени Раби Ханины «Ученые торы увеличивают мир в обществе, ибо сказано» «Ешаяу 54, дробь 13» «Все твои дети будут научены Господом, и великим будет мир твоих детей». Смотри окончание «Брахот». Похожим образом выразился и Гелель, а вот 1, дробь 12 «Быть среди учеников Аарона, любящих мир и стремящихся к нему». Конец цитаты. Главные препятствия на пути к миру – это гордыня, эгоизм, нежелание забыть об оскорблении и оставить гнев. Мудрецы объясняют, Гетин 36 бет, о тех, кого оскорбляют, но кто не отвечает тем же, кто слышит клевету на себя и не отвечает, кто действует из любви Бога и с радостью страдает, Танах говорит, суди 5, дробь 31, «Те, кто любят его, подобны солнцу, когда оно восходит со всей своей силой». Конец цитаты. В Брахот 17 Алиф сказано, когда Мар, сын Равины, заканчивал молитву Шмоне-Сре, он говорил, «Мой Бог, защити мой язык от зла и мои уста, от произнесения лжи, да будет моя душа молчалива к тем, кто оскорбляет меня, да будет моя душа смиренно ко всем, словно пыль». Эту молитву мы теперь повторяем в конце Шмоне-Сре. Высокомерие и эгоизм мешают овладеть гневом и забыть об оскорблении. Поскольку высокомерный человек считает себя самым важным на земле, он не прощает никого заколкое замечание или неуважительное обращение. Об этом писали мудрецы в Сота 5 Алиф. «Если человек высокомерен, даже легкий ветерок беспокоит его». Конец цитаты. Гнев — вечный спутник надменного человека. Когда ему кажется, что кто-то его оскорбил, этот гнев переходит в ярость. Цитата. «Когда человек гневается, даже божественное присутствие становится неважным для него». Не дарим 22 бет. «Все адские силы управляют им». Там же 22 Алиф. С другой стороны, скромный, смиренный человек не думает о собственной значимости. «Он преодолевает гнев и идет тем путем, о котором писали мудрецы». А вот 4 дробь 10. «Будь смирен перед всеми людьми». Шимон, сын Раббана Гамлиэля, сказал, а вот 1 дробь 17. «Всю свою жизнь я провел среди мудрецов, и я не нашел ничего лучшего для человека, чем молчание. Кто говорит слишком много, приводит грех». Вот что сказал Рабби Акива, а вот 3 дробь 13. «Ограда для мудрости – молчание». И, наконец, одна из самых важных цитат. «Мир сохраняется только благодаря добродетели тех, кто замолкают во время ссоры». Хулин 89 Алиф. Цитата. «О Рабби Йоханане бен Закая говорили, что он приветствовал всех, даже не евреев, на рынке, прежде чем они успевали поприветствовать его». Брахот 17 Алиф. Однако, если мир действительно так важен, возникает вопрос, почему Писание повествует обо всех войнах, которые вели праведные судьи и цари? И вообще, почему существует заповедь идти на войну? «Милхэмет митсва» – «Обязательная война». Ответ дает царь Шломо в Коэлит. 3, дробь 1, 8, 11. «Для всего есть назначенное время, и время всякому делу под небом, время для войны и время для мира. Он сделал всякую вещь так, что она прекрасна в свое время». Конец цитаты. «Вне всяких сомнений мир прекрасен, но только лишь в свое время. Бог сделал всякую вещь так, что она прекрасна в свое время. Это в полной мере касается различных черт или характеристик. Если мы применяем какую-либо черту в неправильное время или в неправильном месте, мы поступаем плохо. Не являются исключением и понятия войны и мира. У всего есть свое время, и время для войны и мира определяется законами Торы. Поскольку мир существует лишь в положенное время, логично, что во время войны такие черты, как любовь, доброта и милосердие определяются иначе. Теперь доброта и милосердие это идти на войну против нечестивых. Мудрецы учат. Коэлит Раба 3, 8, 1. Есть время убивать во время войны и время лечить во время мира. Есть время разрушать во время войны и время строить во время мира. Есть время искать во время мира и время терять во время войны. Есть время отрывать во время войны И время пришивать во время мира Есть время любить во время мира И время ненавидеть во время войны Есть время для войны во время войны И время для мира во время мира Конец цитаты Слово живого Бога Сегодня оно более актуально, чем когда бы то ни было Если война, то время для войны И если мир, то время для мира Можно задать вопрос Почему Писание говорит, что война – это время для войны? Разве это не очевидно? Дело в том, что, согласно мудрецам, для некоторых это действительно может стать неочевидно Особенно в наше время, когда столько евреев порабощены чужой культурой Я уже цитировал Танхума Шофтин 15 Когда ты идешь на войну, чтобы сразиться со своими врагами Дворим 20 дробь 1 Что значит слова «со своими врагами»? Бог сказал «Встречся с ними, как с врагами Как они не проявляют к тебе милосердия Так и ты не должен проявлять к ним милосердия» Конец цитаты Важно понять, что когда нееврей идет на войну против Израиля То он для нас враг, а не друг Это простой и одновременно очень глубокий принцип Но сколько людей в наше время его не осознают Мудрецы говорят Сифри Шофтим 192 «Ты идешь на войну против твоих врагов, а не против твоих братьев Это не Иуда против Шимона или Шимон против Иуды Так что если тебя захватят в плен То проявят к тебе милосердие Ты ведешь войну со своими врагами Если ты попадешь в их руки Они не проявят к тебе милосердие» Конец цитаты Да, война в нужное время — это заповедь и долг Это проявление доброты И вечное доказательство праведности В стихе Шмот 43.6 перечисляются Божьи качества И в конце списка упоминается истина Господь, Господь всемогущий, милосердный и добрый, Неспешный на гнев, с огромными источниками любви и истины Я уже объяснял, что милосердие, доброта и огромные источники любви Невозможны без истины Понятия доброта и истина Так часто упоминаются вместе Именно для того, чтобы преподать нам ценный урок Бог не только милосердный, добрый и любящий Но, и что важнее всего Он — Бог истины Не зря в Шмот 15.3 Бог описывается следующим образом «Господь владыка войны, Гошем — имя Ему» Конец цитаты Несмотря на то, что его имя Гошем, что напоминает о милосердии Он также и владыка войны Да, Гошем — милосердие, одновременно и владыка войны с нечестивыми Мудрецы учат Михилта Бешалахат Масехет Дшера 4 Когда обычный воин перепоясывается ревностной силой Он готов поразить своего ближайшего родственника Даже своего отца и мать Однако Бог не таков Он — владыка войны Он воевал с египтянами Однако Гошем — имя Ему Он жалеет свои создания, как сказано Шмот 34,6 «Господь, Господь всемогущий, милосердный и добрый» Конец цитаты Это очень простая истина Есть время для войны и жестокости И время для милосердия, доброты и снисходительности Все эти качества зависят от Божьих законов Законов владыки войны Мудрецы учат Михилта там же Господь владыка войны Гошем — имя Ему Раби Иуда говорит Такой образ постоянно появляется в Писании Бог, Бог являлся Израилю с разным оружием Он явился как воин с мечом Таилим 45,4 Как всадник Вторая царей 2,12 В броне и шлеме Ишаяу 59,17 С луком и стрелой Таилим 45,4 С щитом и нагрудником Таилим 35,2 Чтобы я не подумал Что Бог нуждается в чем-то из этих предметов Сказано Господь владыка войны Ашем — имя Ему Он сражается своим именем И не нуждается ни в чем из этого Почему же тогда Писание Описывает каждый из них в отдельности Чтобы подчеркнуть Что Бог ведет войны за Израиль Когда они нуждаются в этом И объявить народам страшную новость Тот, чье слово создало вселенную Будет сражаться с ними в будущем Конец цитаты Мы видим отсюда Что Бог объявляет нечестивым войну А себя описывает Как владыку войны Как мы подражаем Богу В милосердии и доброте Точно так же мы должны Подражать Ему и в войне Да поглотит смерть гордецов Восстающих против Бога Его качеств и принципов Ошибающихся Избивающих с пути других Словно они Праведнее собственного создателя Благочестивых глупцов Лицемерно отвергающих войну Со злом и грешниками Разглагольствующих о мире Когда нам нужна война Подделывающих и искажающих Божью Тору И законы обязательной войны С нечестивыми О таких людях сказано Ешаяху 48.22 Господь говорит нечестивым Нет мира Конец цитаты Кто получил вечную награду Завет мира? Пинхас Тот самый Пинхас Который ревностно выступил В защиту Бога Отомстив за Него Он стал первым Машуах Милхама Коэном поставленным Вести народ на войну Дворим 20.2-4 Однако Бог сказал Бамидбар 25.12 Скажи ему Что я дал ему Мой завет мира Конец цитаты Награда соответствует заслуге Мир заслужил именно тот Кто отказался от собственного мира и спокойствия Чтобы преданно выступить за Бога И отомстить за Него И напротив Если человек восстает против Бога Презрев заповедь сражаться И истребить зло и грешников То он никогда не найдет мира Ибо нет мира нечестивым Отбросившим свое дерьмо Сегодня поборники чуждой культуры Вознамерились уничтожить нас К величайшему сожалению Среди них немало учителей Торы И образованных евреев Они объявили Что поскольку С галахической точки зрения Мы не находимся в состоянии войны С израильскими арабами То относиться к ним как к врагам Запрещено Они дошли до того Что стали говорить Если араб нападает на еврея Или даже убивает его Будь то камнем или оружием После чего скрывается То убивать его нельзя Нужно привести его к властям Этому убогому и бессмысленному режиму Мудрецы говорят об этом так Сан-Эдрин 98 Алиф Потомок царя Давида Машиах Не придет Пока не закончится убогий режим Конец цитаты Раши объясняет Пока они не лишатся Даже небольшого контроля Над Израилем Конец цитаты В Тикуней Зоар Стих 144 Еврейское царство Домиссианской эпохи Названо правительством Смешанного большинства Смотри мои комментарии В главе «Избавление» Если кто-то постановляет Что у нас нет войны с арабами Внутри страны Что мы должны относиться К ним с милосердием И что нельзя убивать Даже тогда Когда они пытаются Убивать евреев То такой человек Есть никто иной Как Родеф Тот, кто нападает С целью убить Он сотрудничает С язычниками В убийстве евреев О таких людях Тора говорит Вот что вы должны делать Когда находите Павший труп В поле земли Которую Господь Ваш Бог дал вам И неизвестно Кто убийца Все старейшины города Ближайшего к трупу Должны омыть свои руки Над обезглавленной Телицей у ручья Старейшины должны сказать Наши руки Не проливали эту кровь И наши глаза Не видели это Дворим 21 Дробь 1 6 7 Мудрецы комментируют Сота 46 бет Могли бы мы когда-либо подумать Что убийцы Старейшины города Однако быть может Он приходил к ним И они прогнали его Не накормив Или они подозревали его И отпустили без сопровождения Конец цитаты Здесь наши мудрецы говорят О заповеди любви К соотечественнику еврею И долги по отношению к нему Они преподают нам Урок огромной важности Недостаточно просто Не убивать Конечно Здесь действует принцип Отвращайся от зла Таилим 34 Дробь 15 Однако существует И гораздо более серьезный принцип Мы должны делать все Что в наших силах Чтобы спасти другого еврея От опасности Чтобы искоренить эту опасность Уничтожить любого врага Представляющего угрозу Для еврейского народа Еще до того Как он смог Выполнить свои замыслы Если не еврей Пытается убить еврея Он должен быть наказан Если он пытается Извежать наказания То заповедь требует Во что бы то ни стало Осуществить возмездие Если какой-либо еврей Возражает против этой заповеди И отпускает врага Без наказания Он тем самым Дает ему возможность Вернуться И продолжить убийство Естественно Что в таком случае У еврея Нет права заявить Мои руки Не проливали эту кровь Он помогает Родефу Способствует Убийство евреев И относиться К нему нужно Как к преступнику Более того Арабы Не только не платят Налоги Не принимают На себя Повинность А также Суверенитет Бога И Израиля Над землей Израиля Но еще и Воюют с евреями Убивая нас Наш долг Объявить им Милхемет Митсва Обязательную Войну Они заслуживают Смерти Как я Объясню Позже Царь Давид Сказал Таилин 9 Дробь 17 Господь Сделал Себя Известным Он Осуществил Правосудие Иными словами Народы Узнают Бога И Его Славу Лишь тогда Когда Он Осуществит Над ними Правосудие В войне Против них Давид Сказал И другие Слова Таилим 24 Дробь 8 Кто Царь Славы Господь Силен И могуществен Он Силен В битве Целью Войн Которые Вел Израиль Никогда Не было Обогащения Завоевания Или Прославления Но всегда Освящение Божьего Имени И Противодействие Нечестивым Которые Грабили И Притесняли Праведных Как жизнь Израиля Так и Его Войны Должны Были Быть Святыми Да Был И закон Допускавший Необязательные Войны По словам Рамбама Их Можно Было Вести Даже Ради Того Чтобы Увеличить Славу И Известность Царя Хилхот Малахим 5 Дробь 1 Однако Такие Войны Мог Объявлять Только Еврейский Совет Из 71 Члена Санедрин 2 Алиф 20 Бет И Только Через Урим И Тумим Когда Они Существовали Об этом Говорится В Санедрин 16 Алиф Они Должны Получить Разрешение От Санедрина И Спросить Урим И Тумим Другими Словами Необязательную Войну Можно Начать Только С Разрешения Санедрина Ясно Что Великие Мудрецы Нелегко Давали Согласие На Необязательную Войну Насчет Божьих Войн У нас Есть Четкие Законы Дворим 20 Дробь 1 Тире 9 Когда Ты Пойдешь На Битву С Твоими Врагами И Увидишь Лошадей Боевые Колесницы И Войско Большие Чем Твое Не Бойся Их Поскольку Господь Твой Бог Выведший Тебя Из Египта С тобой Когда Ты Придешь На Поле Битвы Коэн Выйдет И Обратится К Народу Он Скажет Им Слушай Израиль Сегодня Ты Будешь Вести Войну С Твоими Врагами Не Не Страш Не Бойт Не Паник И Не Расстраивайте Ряды Перед Ними Господь Ваш Бог С Вами Он Будет Сражаться За Вас С Вашими Врагами И Избавит Вас Тогда Низшие Начальники Обратятся К Народу И Скажут Есть Ли Кто Из Вас Кто Построил Новый Дом И Не Начал Жить В нем Пусть Он Идет Домой Чтобы Он Не Погиб На Войне И Другой Не Жил В нем Есть Ли Кто Из Вас Кто Посадил Виноградник И Не Получил Первые Плоды От Него Пусть Он Идет Домой Чтобы Он Не Погиб На Войне И Есть Ли Кто Из Вас Кто Обручился С Женщиной Но Не Женился На Ней Пусть Он Идет Домой Чтобы Не Погиб В Войне И Другой Не Женился На Ней Тогда Низшие Когда низшие начальники продолжают говорить к народу, «Есть ли кто из вас, кто боится или страшится? Пусть он идет домой, чтобы его трусость не деморализовала его братьев». Когда низшие начальники закончат говорить к народу, они назначат старших начальников вести народ. Конец цитаты. Как сказали мудрецы Сота 44 бет, поражение начинается с дезертирства. Однако в том, что касается заповеди Милхемет Митсва, мудрецы говорят там же, «Все сказанное по поводу исключений применяется к необязательной войне, но в обязательной войне все должны идти в бой, даже жених со своего брачного ложа и невеста со своей постели». Об этом же говорит и Рамбам, Хилхот Милахим 7.4. А вот что Радбас пишет о невестах. Разве не говорится, вся слава дочери царя в том, чтобы оставаться во дворце? Таилим 47.14. Талмуд должно быть имеет в виду следующее. Поскольку жених выходит из своего брачного ложа, невеста тоже его покидает, то есть прекращает дни пиршества. Возможно, что при Милхемет Митсва женщины должны обеспечивать своих мужей пищей и водой, как и сегодня принято среди арабских женщин. Конец цитаты. Мудрецы говорят «Воевать – дело мужчины, а не женщины». Кедушин 2.5. Женщинам нельзя воевать, даже при Милхемет Митсва, потому что по своей природе военный лагерь – место довольно безнравственное. «Когда вы поставите стан в войне с вашими врагами, вы должны избегать всякого зла. Это так, потому что Господь, ваш Бог, являет свое присутствие в вашем стане, чтобы спасти вас и даровать вам победу над вашим врагом. Следовательно, ваш стан должен быть святым, чтобы он не увидел ничего развратного среди вас и не отвернулся от вас». Дворим 23.10.15. Фраза «Спасти вас и даровать вам победу над вашими врагами» означает следующее. Во-первых, Бог спасает вас от самих себя, предупредив о возможных опасностях и сделав вас святыми, и лишь затем Он дарует вам победу и спасает от врагов. Сифри 258 объясняет «Если вы сделаете все предписанное, Бог в конечном итоге спасет вас и дарует вам победу над вашими врагами». Конец цитаты. Еврейский военный лагерь должен быть свят, поскольку война ведется за освящение Божьего имени. Ничто не возбуждает так, как война, когда становится доступным многое из того, что еще недавно было запрещено. В такой ситуации злой позыв может полностью поработить человека, отдав его во власть сильнейшего из соблазнов – полового влечения. Если бы женщинам было позволено жить в военном лагере, то совершенные грехи могли бы перевесить пользу от Милхемет Митсва. Но разврата и блуда избежать бы не удалось, как на военных базах современной израильской армии, которая, упаси Господь, не считается с еврейскими законами войны. Такой военный лагерь утратил бы всю святость и чистоту. Смотри, Сфорно, там же, и превратился в вертеп разврата. Случись подобное, война за освящение Божьего имени превратилась бы в средство его осквернения. Вот почему женщинам не разрешалось уходить на войну с мужчинами. Рамбам объясняет. Писание предупреждает от греха там, где грех наиболее распространен. Известно, что солдаты, идущие на войну, обычно совершают всякую мерзость, грабят и крадут, бесстыдно совершают прелюбодеяния и все прочие непотребства. Самый праведный по природе человек становится жестоким и порочным, когда выступает лагерем против врага. Поэтому Писание предупреждает, ты должен избегать всего злого. Дворим 23, дробь 10. Сифри там же комментирует. Здесь мы учимся тому, что сексуальный грех заставляет божественное присутствие отступить. Конец цитаты. Сексуальный грех подвергает войска опасности, поскольку без божественного присутствия невозможна победа. Вот почему Тора запрещает женщинам идти наравне с мужчинами, даже на обязательную войну, чтобы заповедь не обернулась грехом. Ученые Торы также не идут на войну, даже на обязательную. Раби Элазар сказал, не дарим 32 алиф. Почему Авраам был наказан тем, что его потомки были порабощены египтянами 210 лет? Это потому, что он призвал на войну Талмидей Хахамим. Авраам призвал своих учеников к сражению. Берешит 14, дробь 14. Талмид Хахам – это тот, кто полностью погружен в Тору, кто занят ее изучением денно и ночно, и никогда не отвлекается от этого занятия ни на что другое. Такой человек и его работа крайне важны для благополучия его поколения. Ученые Торы останавливались, чтобы произносить «шма», но не «шмоне-эсре». Раби Йоханан сказал, «Все это относится только к таким людям, как Раби Шимон бен Йохай и его коллеги, чья Тора была их единственным занятием. Однако такие, как мы, останавливаются как для прочтения «шма», так и для «шмоне-эсре». Но разве мы не знаем, что, как мы не останавливаемся в изучении Торы для чтения «шмона-эсре», так же мы не останавливаемся и для «шма». Это относится только к прекращению обсуждения об объявлении «высокосного года», ибо Раби Ада Бар Ахава сказал, «Когда мы размышляли о «высокосном годе» в Явне, мы не останавливались ни на «шма», ни на «шмоне-эсре». Шаббат, 11 алиф. Раши. Семь ученых поднимались на чердак, чтобы обсудить, нужно ли продлять год на один месяц. Тософот. Чтобы праздники не оказались вытеснены. Есть два вида Талмидейха-хамим. Во-первых, это те, чьим единственным занятием является изучение Торы. Они постоянно погружены в изучение Торы. Согласно доминирующей точке зрения, такой Талмид-хахам не прекращает изучение даже для регулярных индивидуальных ритуалов, если они раввинского происхождения, например, шмоне-эсре. Он прекращает изучение только для ритуалов, требуемых самой Торой, таких как шма. Другой вид Талмидейха-хамим – это люди, которые могут заниматься еще чем-то, помимо изучения Торы. Они должны прекращать изучение для исполнения индивидуальных регулярных обрядов, включая раввинского происхождения. Кроме того, они также делают паузу для выполнения общих заповедей – заповедей общества. Так, размышления над Весокосным годом – это заповедь, общая для всего еврейского народа, поскольку от нее зависят праздничные даты, с которыми тесно связано духовное состояние народа в течение года. Закон гласит, что если человек уже выполняет эту заповедь, то он не останавливается для любых других заповедей, в том числе заповедей Торы, таких как шма. Этот закон индивидуален и ограничен временными рамками. Другими словами, общественная заповедь имеет приоритет над индивидуальной заповедью. Как нельзя прерывать выполнение важной заповеди, иначе можно не успеть завершить ее в срок, так и приступая к ее выполнению, нужно прервать изучение Торы. Так поступили семь мудрецов. Они поднялись на чердак, чтобы решить вопрос о продлении года. Как бы то ни было, все сказанное относится ко второму типу Талмидей Хахамим, тем, которые заняты не только изучением Торы. Поскольку заповедь может быть исполнена другими, те, кто постоянно погружен в Тору, не должны прекращать свою работу. Так нужно их поколению. Милхемед Митцва – это общественная заповедь, от которой зависит будущее еврейского народа. Следовательно, любой Талмид Хахам, не занятый исключительно изучением Торы, без отпусков и возможности зарабатывать на жизнь, должен прекратить занятия и исполнить Милхемед Митцва. Ясно, что он должен делать это в священном стане, чтобы не пасть жертвой греха и мерзостей. Только истинный Талмид Хахам, занятый исключительно изучением Торы, освобождается от заповеди Милхемед Митцва. Однако, дорогие друзья, запомните, не каждый имеет право на этот титул. Если стать Талмид Хахам и заниматься исключительно изучением Торы хочет человек недостойный, только лишь чтобы уклониться от заповеди, идти на войну, осветить Божье имя, отомстив за Бога и поддержав Израиль в борьбе с врагом, то такой человек виновен в несмываемом грехе пролития крови. Рамбам так охарактеризовал человека, которому приказано воевать. Хилхот Милахим 7.15 «Если он не борется ради победы и не сражается всем своим сердцем и душой, это то же самое, как если бы он пролил нашу кровь». Конец цитаты. Если подобное сказано о том, кто формально сражается, то что остается сказать о человеке, который не сражается вообще? Еврейская заповедь Милхемет Митсва – это не то же самое, что войны народов. Ее суть коренится в понятии святости. Как в обязательной, так и в необязательной войне Коэн назначен, чтобы обратиться к народу во время войны, и он помазан маслом помазания. Он тот, кто назван Машулах Милхама, помазанный для войны. Рамбам Хилхот Милахим 7.1 В Юмат 73 бет мы читаем «Пусть он встанет перед Коэном Элазаром, по его слову он, все дети Израиля с ним, и все общество придет и выйдет». Бемидбар 27.21 «Он – это царь, все дети Израиля, помазанные для войны, все общество – санедрин». Раша комментирует «Все дети Израиля с ним, все, кто имеет поддержку всего Израиля, выступить на войну за ним». Конец цитаты. «Израиль выступает на войну за помазанным для войны. Он определяет природу войны, освящает ее через обращение к народу, удостоверяется, что Израиль выступает на войну в святости и с упованием на Бога». Мишна говорит, сута 8.1 «Когда Машу Ахмилхама обращается к народу, он говорит на иврите, как сказано Дворим 20.2 «Когда ты пойдешь к месту битвы, Коэн выйдет вперед». Это Машу Ахмилхама. Он обратится к народу там же. На иврите он скажет им «Слушай, Израиль, сегодня вы идете на войну против ваших врагов». Стих 3. «Против врагов, а не братьев. Не Иуда против Шимона или Шимон против Беньямина, потому что они бы сжалились над вами, если бы вы попали в их руки». Как сказано, вторая летопись 28.15 «И мужчины, названные по имени, встали, взяли пленных из добычи, одели всех, кто был нах среди них, построили их, обули, накормили, помазали, посадили слабых из них на ослов и доставили в Иерихон, город Пальм, их братьям. Затем они вернулись в Самарию». Конец цитаты. «Вы воюете с вашими врагами. Если вы попадете в их руки, они не сжалятся над вами». Цитата. «Не страшись, не бойся, не паникуй и не нарушай строй перед ними». Дворим там же. «Не страшись, ржание лошадей и лязга мечей. Не бойся, стука щитов и размера вражеского стана. Не паникуй при звуке горнов. Не нарушай строй при криках». «Господь твой Бог идет с тобой». Стих 4. «Они возлагают надежду на плоти кровь, а ты возлагаешь надежду на Бога. Филистимляне возлагают надежду на Голиафа, а он пал от меча, и они пали с ним. Аммонитяне возложили надежду на Шоваха, и он пал от меча, и они пали с ним». «Ты не таков, однако. Господь твой Бог идет с тобой. Он будет сражаться за тебя с твоими врагами». Конец цитаты. Это говорится о стане ковчега. Рамбам пишет, «Хилхот Малахим 7.15». «Идя на войну, человек должен уповать на надежду Израиля, которая спасает его в минуту бедствия. человек должен понимать, что он идет на войну ради Божьего имени. Он должен рисковать жизнью, не испытывая страха. Он не должен думать о жене и детях. Он должен изгладить память о них из своего сердца и не думать ни о чем, кроме войны. Кто начинает размышлять и задает вопросы о войне, расстраивая себя самого, тот нарушает запрещающее предписание. «Не страшись, не бойся, не паникуй и не нарушай строя перед ними». Дворим 20.3. «Более того, жизнь всех в Израиле зависит от него. Если он не стремится победить и не сражается всем сердцем и душой, это тоже, как если бы он пролил кровь всех. Пусть его трусость не деморализует его братьев». Стих 8. В «Пророках» ясно сказано, Ирмиягу 48.10. «Проклят тот, кто делает работу Господа вялой рукой, и проклят тот, кто удерживает свой меч от крови». Конец цитаты. «Кто сражается бесстрашно всем сердцем, чье единственное намерение – осветить Божье имя, тот может быть уверен, что ему не будет причинен вред. У него будет прекрасная семья. Его заслуги будут служить ему и его потомкам вовек, и он достигнет жизни в будущем мире». Как сказано 2 Шмуэля 25.28.29. «Господь непременно сделает моему господину надежный дом, потому что мой господин сражается в войнах Господа, и зла не найдено в тебе, и душа моего господина будет завязана в узле жизни у Господа твоего Бога». Конец цитаты. «Какова еврейская война. Она основана на святости, уповании на Бога и вере в то, что солдата Божьей войны не постигнет зло, ибо он сражается ради освящения Божьего имени». Бог дал нам заповедь войны и законы войны. В Торе упоминаются два вида войны – «милхемет-митсва» и «милхемет-решуд». Соответственно, обязательная и необязательная война. К сожалению, эти термины были искажены усилиями религиозных школ изгнания. Это относится как к диаспоре, так и к земле Израиля. Изгнание приложило руку к обоим. Студенты религиозных школ настолько невежественны в этом вопросе, что не знают ни что такое «милхемет-митсва», ни каковы ее характеристики, ни как это понятие применяется к современным реалиям. Тора облачается во вретище. Рамбам говорит «Илхот-малахим 5.1». Царь должен в первую очередь вести «милхемет-митсва». Что это? Это война против семи народов, война против Амалека и помощь Израилю против нападений врага. Итак, помощь Израилю в войне с его врагами – это тоже «милхемет-митсва». Об этом сказано в Иерусалимском Талмуде, трактат Сота, конце главы 8. В этом вопросе Рамбаму не возражает ни один средневековый авторитет. Смотри различные версии текста, приведенные в комментариях. Автор труда Аруха Шулхан писал в своей работе Аруха Шулхан Гаатид, написанной еще до основания еврейского государства, которое придало этим законам практичность и актуальность. Когда Рамбам упомянул помощь Израилю против нападений врага, он имел в виду даже тот случай, когда есть угроза нападения. Очевидно, что это тоже называется помощь Израилю. Хилхот Малахим 74,4 Между тем, в Шиарей Акорбан в комментарии на Иерусалимский Талмуд в Сота сказано, что если враги могут на нас напасть, и мы, опасаясь этого, нападаем первыми, чтобы ослабить их, в этом случае речь уже не идет о Милхеме Тмитсва. Впрочем, здесь же говорится и другое. Считает ли кто-то, что помощь Израилю против нападения врага – это не заповедь? Даже если преследуют одного еврея, есть предписывающая заповедь и запрещающая заповедь, требующая от нас спасти его. Конец цитаты. Как видим, все согласны в том, что участие в отражении нападения врагов на Израиль является Милхемет Митсва. Более того, эта заповедь вступает в силу даже при незначительной вероятности угрозы. Цитата. «Если у человека болит горло, ему можно дать лекарство в субботу, потому что в опасности может быть его жизнь, а любая угроза для жизни важнее закона о субботе» – Мишна, Йома, 83 алиф. «Этот принцип вовсе не ограничен субботой» – Йома, 82 алиф. «Только идолопоклонство, сексуальный грех и убийство важнее риска для жизни». Конец цитаты. Следовательно, участие в отражении нападения врагов на Израиль, а также при вероятности такого нападения – это Милхемет Митсва. Всякий, кто отказывается исполнять эту заповедь, приравнивается к проливающим кровь. Он позволяет врагу убивать евреев. Что касается спасения жизни в субботу, то мудрецы говорят следующее – Йома, 84 бет. «Вероятность угрозы для человеческой жизни обязывает отставить в сторону закон о субботе не только в случае этой субботы, но и в случае следующей субботы. Эти вещи могут делать совершеннолетние евреи. Их не нужно поручать язычникам или детям». Раввины учили – человек должен нарушить закон о субботе, чтобы спасти жизнь, и чем быстрее, тем лучше. Не нужно получать разрешение в судах. Конец цитаты. В Иерусалимском Талмуде сказано, Йома, 8,5, «Чем быстрее, тем лучше, а те, кто задает вопросы, проливают кровь». Конец цитаты. Наши грехи, из-за которых мы потеряли нашу землю, привели к тому, что множество прекрасных ученых настолько исказили законы войны, что невежество в этом вопросе превзошло все границы. Многие просто не имеют ни малейшего понятия, ни что такое Милхемет Митсва, ни как это понятие относится к нашей войне с арабами. Горе ушам, слышащим это. Некоторые, кто никогда не читал эти законы, полагают, что для Милхемет Митсва необходим первосвященник Исанедрин. Но вот что говорит Рамбам, Хилхот Милахим 5.1. В Милхемет Митсва царю нет необходимости получать разрешение суда. Он может выступить сам в любое время и приказать народу следовать за собой. Однако в случае Милхемет Решут он может вынудить народ только через суд 71-го. Санедрин. Конец цитаты. Вот он закон перед нами. Более того, не нужен даже и царь. Ведь судьи, которые были до Шауля, не были царями, как и Хасманеи, восставшие против греков. Сколько же еще будет продолжаться это постыдное невежество в законах? Краеугольный принцип Торы заповедь «Любить товарища еврея» требует, чтобы еврей спас любого другого еврея, которому грозит опасность. Если заповедь так категорична в отношении индивидуума, то что можно сказать об обществе в целом? У нас есть как общая заповедь «Люби своего ближнего как самого себя» в Икра 19.18. Так и отдельная «Не стой спокойно, когда жизнь твоего ближнего в опасности» там же стих 16. Мудрецы объясняют, Санедрин 73 Алиф, «Откуда мы знаем, что если один человек преследует другого, чтобы убить его, мы можем спасти последнего, убив первого?» Сказано, «Не стой спокойно, когда жизнь твоего ближнего в опасности» И еще сказано там же, «Откуда мы знаем, что если человек видит, как его товарищ тонет в реке, его тащит дикое животное, или на него напали разбойники, что он обязан спасти его?» Сказано, «Не стой спокойно, когда жизнь твоего ближнего в опасности» Конец цитаты «Когда жизнь еврея в опасности, заповедь требует даже нарушить субботу», как говорит Шулхан Арух, Орахаим 306-14 «Если человек получает сообщение в субботу, что его дочь похитили, чтобы удалить ее из еврейского народа, заповедь требует спасти ее, даже если придется выйти за субботнюю градицу» В Мишна-Брура Конец цитаты В Мишна-Брура содержится такой комментарий, даже несмотря на то, что некоторые галактические авторитеты считают подобное действие нарушением самой Торы. Если даже требуется нарушить один из 39 разделов запретов Торы, это также допустимо. Смотри «Бейт Йосеф и Маген Авраам» в Орахаим 306 Шулхан Арух приводит дочь лишь для примера. Нарушить субботу можно для спасения любого еврея. Смотри «Мишна-Брура» там же. Шулхан Арух заключает «Если он отказывается, суд принуждает его, поскольку он благочестивый глупец». Заповедь «Милхемет Митсва» включает в себя многие другие. Спасение жизни еврея, месть за еврейский народ, месть злым за праведных, искоренение из земли зла и хулы на Божье имя. Эту заповедь исполнил Авраам, первый еврей. Вот что мы читаем о войне, в которой четыре царя воевали с пятью другими царями, и Лот попал в плен. Они взяли племянника Авраама, Лота и его имущество. Те, кто спасся, пришли и принесли вести Аврааму-еврею. Когда Авраам услышал, что его брат попал в плен, он призвал всех своих триста восемнадцать мужчин, рожденных в его доме. Он погнался за захватчиками, настиг их в Дане, и он поразил их. Берешит 14, 12-15 Наш предок Авраам, известный своей добротой, пошел на войну и пролил кровь. Здесь следует отметить несколько моментов. Сначала Лот назван сыном брата Авраама. Стих 12 Кем он и был, его отцом был Аран, умерший в Уре, «Но тогда почему дальше мы читаем, Авраам услышал, что его брат попал в плен?» Стих 14 И почему именно здесь Тора считает уместным впервые назвать Авраама евреем? Стих 13 Здесь Тора преподает два ценнейших урока о любви к еврею в общем и о Милхемет Митсва в частности. Да, Лот приходился Аврааму племянником, однако при этом он был и братом в кавычках, ведь заповедь требует «Не стой спокойно, когда жизнь твоего ближнего в опасности» Ваикра 19 дробь 16 Ввиду этого можно сказать, что каждый еврей является братом другому, поскольку должен любить его и нести ответственность за него. Вот почему, когда Авраам услышал о пленении Лота, для него это было то же, что пленение брата, в кавычках. Он немедленно призвал своих бойцов, хоть их и было всего 318, смехотворное войско, особенно в сравнении с объединенной мощью четырех царей, лишь недавно сокрушивших пять других царей. С одной стороны, Авраам задумал явное самоубийство. Можно предположить, что лучше всего было отсидеться и ничего не предпринимать. Сложно понять, что побудило его пойти на войну, особенно ввиду того, что он и его люди были единственными носителями истины о том, что Ашем есть единственный Бог. Вот почему, чтобы подчеркнуть этот факт, Тора именно здесь называет Авраама евреем, еври. Мудрецы объясняют. Берешит Раба 42, дробь 8. Все это делает решение Авраама еще более спорным. Как он мог жертвовать своей жизнью, если с гибелью Авраама и его спутников на земле больше не осталось бы никого, кто занимал сторону истины? Ответ заключается в заповеди «Помочь Израилю против нападения врага». Поскольку Авраам и его спутники были «израилем» в кавычках своего времени, а сам Авраам был его законным царем, он понимал, что речь идет об освящении Божьего имени, и, следовательно, «О Милхемет Митсва». Когда какой-либо народ восстает против Израиля, этим он открыто восстает против Бога Израиля. Это самое великое осквернение Божьего имени из всех возможных. В такой ситуации мы обязаны выполнить «Милхемет Митсва» и опасность для жизни не является оправданием для уклонения. «Мудрецы учат», берешит раба 43.2. Авраам услышал, что его брат попал в плен. Это согласуется со стихом «Тот, кто закрывает уши от слышания крови и глаза от видения зла будет жить на высоте». Ишаяху 33.15. Авраам призвал Вайярек своих бойцов. Раби Иуда и раби Нехемия расходятся. Раби Иуда говорит, «Они позеленели от злости Хорику», говоря, «Если пять царей не смогли победить их, сможем ли мы это сделать?» Раби Нехемия сказал, «Авраам заставил их позеленеть, то есть побледнеть, от страха, говоря, «Я пойду и умру ради освящения Божьего имени». Конец цитаты. Другими словами, Авраам решил, что это Милхемет Митсва, что Бог требует сразиться и спасти Лота, несмотря на опасность, поскольку речь идет об освящении его имени. Таким образом, Авраам решил пойти на войну, и если, упаси Бог, ситуация окажется безвыходной, он погибнет, выполняя свой долг. Здесь мы видим принцип, когда война обязательно, опасность для жизни, не является оправданием для уклонения от нее. Мы поговорим об этом позже. Заметим также, что Медраж начинается стихом «Тот, кто закрывает уши от слышания крови». Может показаться, что этот стих говорит, что если человек решает не видеть и не слышать зло, то он будет жить на высоте. Однако наши мудрецы развивают эту мысль дальше. Смысл в том, что Авраам, чтобы не слышать, как проливается невинная кровь, поспешил спасти пленников. Махарзо. Авраам не собирался просто услышать о пролитии невинной крови и никак не отреагировать на это. Более того, он не хотел даже слышать о том, что любое пролитие крови грешно. Он знал, тот, кто проливает кровь грешников ради освящения Божьего имени, получает награду. Песик Тарабати объясняет приложение ко второй главе «Ваихи Бахатсих Алая» 196. «Авраам разделил ночь над ними» Берешит 14, дробь 15. «Бог сказал Аврааму, «Ты тяжело трудился со мной полночи, чтобы убить царей. Я клянусь, что вознагражу твоих потомков в Египте». Так сказано, Шмот 12, дробь 29. «Была половина ночи, и Бог поразил всех первенцев». Конец цитаты. Действительно, позже Авраам испугался, что сделал что-то не так, однако Бог утешил его. Цитата. «Авраам испугался и сказал, «Возможно, среди населения, которое я убил, был праведный, богобоязненный человек. Это как человек, который прошел через царский сад и, увидев россыпь сорняков, пошел и удалил их. Царь посмотрел, увидел его, и он спрятался. Тогда царь спросил его, «Почему ты прячешься? Сколько работников мне пришлось бы нанять, чтобы собрать эти сорняки? Теперь, когда ты это сделал, приди и возьми свою награду». Так же и Бог сказал Аврааму, «Население, которое ты убил, было отрезанными сорняками». Как сказано в Ешаяу 33.12, «Народы будут, как горящая известь, сжигаемая в огне», берешит Раба 44.4. Здесь мы видим два основополагающих принципа. Первый состоит в том, что мы не должны бояться пролить кровь грешников. Напротив, этого требует заповедь, ведь таким образом мы избавляем сад от сорняков. Именно это Писик Тарабати, глава 2, сообщает о царе Давиде. Солом. Песня при посвящении дома Давиду. Таилием 30.1. «Если царь Шломо построил храм, почему это приписывается царю Давиду?» Царь Давид был достоин построить его и намеревался это сделать. Он этого не сделал по единственной причине. Пророк Натан сказал, что Бог этого не хочет, потому что Он проливал слишком много крови на землю передо мной. Первая летопись 22.8. Услышав это, царь Давид испугался. Он сказал, «Я не достоин построить храм». Раби Иуда Бар-Иллаи сказал, «Бог сказал Давиду, не бойся, жив я, грешники для меня, как олени и газели. Почему я и сказал, ты пролил слишком много крови на землю?» На землю может означать только олени и газели, как в стихе, «Чистый и нечистый могут есть это, как оленя и газель. Единственное, что ты не должен есть, кровь, которую ты должен выливать на землю, как в воду». Дворим 12.15.16. Другой урок. Бог сказал Давиду, «Жив я, вся кровь, которую ты пролил, была для меня, как жертвоприношение, как сказано, ты пролил много крови на землю передо мной». Раби Шимон Бен Йохаи сказал, «Передо мной» может означать только жертвоприношение, как в стихе, «Он убьет молодого быка перед Господом». Вейкра 1.5. Царь Давид спросил Бога, «Почему тогда я не строю его?» На что Бог ответил, «Потому что если ты построишь его, он будет сохраняться и никогда не будет разрушен». Тогда Давид спросил, «Это так плохо?» И Бог ответил, «Мне открыто, что в будущем Израиль согрешит, однако я вымещу свой гнев на храм и разрушу его, а Израиль будет спасен, как сказано». «Плачер Миягу 2.4». «На шатер дочери Сиона он излил свою ярость, как пламя». Бог сказал Давиду, «Жив я, поскольку ты намеревался построить его, хотя твой сын Шломо строит его. Я припишу это тебе». Псалом. «Песня при посвящении дома Давиду». Конец цитаты. Когда дело касается Милхемет Митсва, кровь нечестивых не играет роли. Это не та кровь, которая течет в жилах людей, созданных по образу Бога. Поскольку они загрязняют Божий образ, их кровь ничем не отличается от воды. Она подобна крови диких животных, таких, как олень или газель, нечистых животных, недостойных даже для жертвоприношения. Царь Давид так описал нечестивых, когда они пробудятся для дня суда. Бог презрит их образ. Таилим 73,20. Смотри Таргум Йонатан. Радак объясняет. Образ может означать либо тело, дух, как во фразе, «Сотворим человека по нашему образу и подобию». Берешит 4,26. Либо и то, и другое. Конец цитаты. Другой возможный подход заключается в том, что кровь нечестивых считается приношением. Поскольку заповедь требует убить нечестивого, считается, что выполнивший ее совершил приношение. Так приведенный источник описывает Пинхаса, Танхума, Пинхас 1. «Он искупил детей Израиля». Бемидбар 25,13. Разве Пинхас сделал приношение, что сказано «он искупил»? Нет. Но если человек проливает кровь нечестивого, это тоже, как если бы он сделал приношение. Конец цитаты. «Вот он, уничтожающий ответ клеветникам и невеждам, искажающим Божье Слово, утверждающим, что Давид не построил храм, потому что пролил много крови на землю. Этим они стремятся доказать, что Давид грешил, когда воевал, потому как проливал кровь. Глупость таких людей превосходит лишь их нечестие. Даже без приведенных комментариев мудрецов ясно, что такой кроткий человек, как Давид, всю жизнь воевавший в Божьих войнах, никак не мог согрешить в этих войнах. Будет это так, разве мог бы Бог вывести из его потомков израильских царей и даже Машиаха. Даже без комментариев мудрецов ясно, что Бог не позволил Давиду построить храм по одной простой причине. Храм символизировал совершенный, полностью добрый мир, который изначально задумывал Бог. В таком мире не было бы места войне, поскольку не было бы ни зла, ни грешников, ни пролития крови, лишь мир и любовь. Хотя заповедь и требует воевать с нечестивыми и проливать их кровь в правильное время и в правильном месте, ритуальная нечистота пролития крови не согласуется с чистотой храма. По этой же причине Тора говорит Шмот 20.22 «Когда ты строишь каменный алтарь для меня, не строй его из тесаного камня. Твой меч будет поднят против него и осквернит его». В другом месте мудрецы пишут «Михилта Итро Месехта де Баходеш 11». «Алтарь был создан, чтобы продлить жизнь человека, железо, чтобы сократить ее. Мы не можем поднимать сокрушающее против удлиняющего». Конец цитаты. Это тоже не более чем аллюзия на понятие мира. Данный запрет относится только к алтарю, в то время как при строительстве святого и святая святых железные орудия использовались. Как говорится в «Михилта» там же, «Ты не можешь строить алтарь из тесаного камня, но ты можешь использовать тесанный камень в святом и святая святых». Как бы то ни было, царь Давид был выдающимся праведником, и все его воины служили освящению Божьего имени. Доводы клеветников нельзя даже принимать во внимание. Второй принцип, вытекающий из определения грешников как сорняков, состоит в том, что даже если в некоем народе есть праведники, нас это не беспокоит, потому что они обязаны отмежеваться от группы. Они не должны жить среди грешников, но должны встать, осудить их и уйти. Вот что говорят мудрецы. Сота 11. Трое присутствовали, когда фараон сказал, «Давайте поступим с ними хитро!» Шмот 1.10. Белам, Иов и Итро. Белам, который посоветовал фараону поступить так, был убит. Иов, хранивший молчание, был наказан страданием. Итро, убежав, заслужил того, чтобы его потомки сидели в санедрине. Конец цитаты. Вот ясное подтверждение принципа «молчание означает согласие», по крайней мере, в случае, когда мы имеем дело со злом. Даже если в глубине души человек не согласен со злым поступком, но промолчал, он будет наказан. Согласно Сота, Иов был наказан небом, потому что никто из людей наказать его не мог. Но когда у Израиля есть возможности и средства наказать злой народ посредством Милхемет Митсва, то в бою мы не различаем между нечестивыми и теми, кто молчит и не возражает против мнения большинства. Они каждый день общаются с грешниками и молчат, способствуя сохранению злого общества, помогая ему в продлении нечестия. Вот почему после надругательства над Диной смерти заслуживали все жители Шхема, как я уже объяснил выше. Принцип коллективного наказания нечестивых народов уходит корнями в закон Торы, а именно в заповеди и философию понятия божественного. В конце концов, невозможно, чтобы все египтяне, амаликитяне, моавитяне, аммонитяне и идумеи были нечестивцами. В этих народах наверняка было какое-то количество праведников, пусть и незначительное, но это и не важно. Поскольку праведники соглашались с тем, что происходит, они подпадали под коллективную меру наказания. Они были наказаны за грехи тех грешников, среди которых они жили, за то, что добровольно стали частью нечестивого народа. Следовательно, Тора постановляет, что мы должны истребить всех амаликитян до одного, и ни один амманитянин или моавитянин не должны войти через брак в общину Господа. Дворим 23.4 При этом запрещается презирать и думеев и египтян. Там же стих 8 «Пусть они и ненавидят Израиль, и думей по-прежнему твой брат, потомок Эсава, а египтяне на длительный срок приютили Израиль в своей стране». Как бы то ни было, грехи этих народов таковы, что только дети, рожденные у членов этих народов в третьем поколении, став празелитами, могут войти в общину Господа. Коллективное наказание — это основа еврейского закона, о чем совершенно ясно говорят мудрецы Авадазара 18 Алиф. Кто способен возражать, но не делает этого, будет наказан. Конец цитаты. С Божьей помощью я позже подробнее коснусь этого ключевого понятия порицания. Если проявлять милосердие к жестоким, то и к Израилю будут относиться жестоко. Так, когда пророк Елисей умирал от болезни, он попросил царя Иоаса открыть восточное окно, откуда открывался вид на Арамею, царь этой страны осаждал Израиль. Во второй книге царей 13 дробь 17 мы читаем, Элиша сказал, выстрели, и он выстрелил, и он сказал, Господня стрела победы, даже стрела победы против Арама, ибо ты будешь поражать армей в Афеке, пока не поглотишь их. Конец цитаты. Иными словами, выпущенная Иоасом стрела была стрелой от Бога, потому что война с врагами Израиля это Милхемет Митсва. Писание продолжает, Элиша сказал, возьми стрелы, и он взял их, и он сказал царю Израиля, ударь по земле, и он ударил три раза и остановился. Человек Божий разгневался на него и сказал, ты должен был ударить пять или шесть раз, тогда ты бы поразил Арама, пока не поглотил его, тогда, как теперь ты поразишь Арама лишь трижды. Конец цитаты. Когда враги Израиля нападают или осаждают нас с намерением истребить нас, мы обязаны поражать их до тех пор, пока они не будут поглощены. Это заповедь Милхемет Митсва. О каких врагах идет речь, против которых мы должны выступить, чтобы исполнить Милхемет Митсва. В законе ясно сказано, что это не только враги, которые хотят истребить евреев, но вообще любые злоумышленники, стремящиеся нанести нам вред, даже такой незначительный, как воровство. Ясно, что под это определение подпадает и ситуация, при которой неевреи требуют часть земли Израиля. Как мы увидим ниже, предавать неевреям части земли строго запрещается. В Ирувин 45 говорится, в приграничном городе, даже там, где неевреи не пытаются убивать евреев, но лишь требуют сена и солому, мы выступаем вооруженные против них, даже нарушая для этого субботу. Раши объясняет, чтобы они не захватили его, упростив для себя завоевание оставшейся части земли. Раши отмечает, что в такой ситуации можно выступить в бой даже в субботу. Сам тот факт, что неевреи требуют что-либо, будь то сено, солома, деньги или налоги, является достаточным основанием для нападения на них. Это тоже Милхемет Митсва, и это входит в понятие помощи Израилю против врага. Точно так же Тора категорически запрещает позволять неевреям украсть даже небольшую часть земли Израиля. Более того, запрещено даже уменьшать зону духовной чистоты земли Израиля. Моэд Катан 50 Моэд Катан 5 Бет Мы не помещаем отметку, обозначающую духовную обозначающую духовно нечистую область далеко от этой области, чтобы не сделать неиспользуемой часть земли Израиля. Конец цитаты. Рамбам пишет Хилхо-да-да-ни-от 2 дробь 1 Вот общественные несчастья, при которых мы постимся и трубим в шофар. Первое нападение на нас врагов Израиля и далее продолжает 2 дробь 3 Что представляют собой нападения врагов Израиля? Не евреи, пришедшие воевать против Израиля, собрать налог с них, украсть у них землю, наложить на них собственный закон, даже в отношении простых заповедей. Конец цитаты. Рамбам ясно объясняет, что нападение врагов Израиля это в том числе и попытки отнять землю и даже наложить дань. Следовательно, все эти причины являются основанием для Милхемет Митсва. Когда мы будем говорить о земле Израиля и запрете уступать ее территорию, даже при опасности для жизни, мы поговорим об этом более подробно. Хотя ненавидеть зло и грешников и воевать с ними великая заповедь, еще более великая заповедь любить добро и праведных, то есть тех, кого Бог считает добрыми и праведными. Я уже приводил цитату, согласно которой мир это имя Бога. Мы должны подражать Богу, поскольку Он является апофеозом добра и всех лучших качеств. Мы должны держаться Бога, чтобы достичь самой высокой степени святости. Аббашауль так комментирует стих Шмот 15.2 «Это мой Бог и я превознесу Его». Мы должны подражать Богу, как Он добр и милосерден, такими же должны быть и мы. Шаббат 133. Бет Смысл в том, что мы должны быть добры и милосердны таким же образом, что и Бог. Бог превосходит Вселенную в двух отношениях. Во-первых, безграничной мудростью и добротой. Во-вторых, невообразимой силой. По этой причине мы ограничиваем прославление Бога. Даже если бы наши уста были полны хвалы, как море, то и тогда мы бы не смогли ни прославить, ни описать Бога в достаточной мере. Мудрецы говорят, Брахот 33. Бет Один человек пришел к Раби Ханине и сказал «Великий, мощный, благоговейный, могущественный, жгучий, страшный, сильный, храбрый, надежный и чтимый Бог». Раби Ханина подождал, пока он закончит и затем спросил «Закончил ли ты все хвалы своему владыке? Почему ты сказал так много? Если бы Моше не сказал те три, что говорим мы и мужи великого собрания не постановили их в качестве нашей молитвы, мы не смогли бы произнести даже их. Ты сказал все это и остановился? Это как смертный царь, у которого есть миллион динаров золота, а люди превозносят его за его серебро. Конечно, это позор для него». Конец цитаты. В различных описаниях и прославлениях Бога всегда соседствуют сила и доброта. Вот что говорит Раби Йоханан Мигела 31 Алиф. Где бы мы не находили Божью силу, мы находим Его смирение. Мы находим это в Торе, и это снова появляется в пророках и затем в Писаниях. Тора говорит Дворим 10 дробь 17 «Господь твой Бог есть великое существо и верховная власть», после чего сказано «Он доставляет правосудие сироте и вдове». Стих 18 Мы находим в пророках Ишиягу 57 дробь 15 «Так говорит Великий и Превознесенный, Который населяет Вечность и чье имя Святой», после чего «Я обитаю с тем, у кого сокрушенный и смиренный Дух». Там же также сказано в Писаниях Таилим 68 дробь 5 «Превознести Того, Кто восседает на облаках, чье имя Господь», после чего стих 6 «Отец лишенных отца и защитник вдов». Конец цитаты. Это соединение милосердия со строгим правосудием очень характерно для природы Бога. Его сила это то, как он поступает с нечестивыми, а смирение это его доброта и сострадание к праведным. Вот почему Бог предстает перед еврейским народом в разных видах. Цитата. «Потому что Бог открылся на море как мощный воин, Господь есть владыка войны» Шмот 15 дробь 3. Он был открыт на Синае как милосердный старец Бешалах Мишех Тадашира Пороша 4. Люди тоже должны сочетать строгость с милосердием, подражая в этом Богу. Именно таким образом Бог создал мир. Мудрецы учат, Берешит Раба 12 дробь 15. Бог сказал следующее. «Если Я создам мир только милосердием, человечество будет много грешить». Махарзо объясняет «Нечестивые оскверняют мир, они будут жить вечно благодаря Божьей благости и доброте и не будут наказаны. Если же Я создам Его только строгим правосудием, как Он сможет сохраниться? Вместо этого Я создам Его, пользуясь строгим правосудием в сочетании с милосердием и пусть Ему посчастливится, сохранится». Конец цитаты. Подобным образом Танах называет царя Давида Одинога Этсни 2 Шмуэля 23 дробь 8. В Моэд Катан 16 бет сказано «Когда он изучал Тору, он был мягок, меаден, как червь, но когда он шел на войну, он становился крепок, как дерево, Этс». Конец цитаты. «Счастлив тот, кто понимает эти пути Бога и умеет правильно их применять, отправляясь на войну Бога, нужно стоять гордо и прямо, но внутри смирить себя и очиститься от эгоизма». Хотя в Ешаяху 40 дробь 18 сказано «С кем вы сравните Бога?» Все же узнать Его пути возможно. Для этого нужно изучать Его качества по Талмуду и Танаху. Доброта и милосердия Бога уникальны, на них покоится мир». Цитата. «Мудрость Этана из Раки «Я буду петь о доброте Господа вечно во всех поколениях, я сделаю известной Твою верность моими устами, ибо я сказал, доброта создала мир и основала небеса, твоя истина в них». Таилим 89 дробь 1 тире 3 по Таргуму Ионатана «Доброта так велика, что она приводит к успеху всякого, кто постиг Божьи пути». Мы читаем в Ялкут Шимони Таилим 840 «Мудрость Этана Эзрахи» «Я буду петь о доброте Господа вечно во всех поколениях, я сделаю известной Твою верность моими устами». Таилим 89 дробь 1 «Это согласуется со словами, но пусть тот, кто прославляет, прославляет так, что он понимает и знает меня, что я, Господь, проявляющий доброту, справедливость и праведность на земле, ибо все это мне приятно», говорит Господь Ирмиягу 9 дробь 23. Этан сказал «Я стал мудр» «Мудрость Этана Эзрахи» Бог сказал «Ты стал мудр, ибо все это мне приятно». «Если кто-то прославляет меня, пусть прославляет меня только за это». Как написано Ошеа 6 дробь 6 «Я желаю доброты, не жертвы». Царь Давид сказал ему «Ты желаешь доброты, и я прославлю тебя за твою доброту». «Тебе, о Господи, принадлежит доброта» Таилим 62 дробь 13 «И Бог заслуживает хвалы не за доброту в единственном числе, но за его многие доброты. Я буду упоминать о Господних добротах» Ешаягу 63 дробь 7 «Этан также сказал «Я буду воспевать доброту Господа вечно». И Таана спросили «На чем покоится мир?» Он ответил «На доброте, как сказано, его престол был установлен добротой». Ешаягу 16 дробь 5 «С чем это можно сравнить? С креслом, у которого четыре ножки, но одна была слишком коротка. Некто взял камень, чтобы поддержать ее, так же и с престолом Бога, который, так сказать, слишком короток, пока Бог не поддержит его. Как он это делает? С помощью доброты. Мир построен на доброте» Таилим 89 дробь 3 Царь Давид сказал Таилим 136 дробь 5 «Ему, который пониманием создал небеса». А на чем покоятся небеса? На доброте. Миру служит его доброта. Там же еврейский народ это нация доброты и милосердия. Евамот 79 Алиф Три качества характеризуют еврея милосердие, скромность и доброта. «Кто владеет этими тремя, достоин присоединиться к этому народу». Конец цитаты. Другими словами, если нееврей хочет стать евреем и у него нет этих качеств, он не достоин присоединиться к нашему народу. Вот почему царь Давид постановил, что гаваунитяне, которые также названы «нетинеями», потому что они были назначены «нетанум» на работы в храме, никогда не смогут вступить в брак с евреями. Рамбам писал, «Почему Давид и его двор сделал такое постановление против них?» Он увидел их дерзость и жестокость, когда семь сыновей Шауля молили о пощаде, но они убили их без милосердия. Смотри 1 Шмуэля 2 дробь 21 Об этом же говорится и в Талмуде Бетца 32 Бет Раби Натан Бар Абба сказал от имени Рава, «Богатые люди Вавилона спустятся в ад, потому что когда Шабатай Бар Маринос пришел в Вавилон и умолял их дать ему средства для торговли, они не сделали этого и не дали ему еды». Он сказал, «Это потомки смешанного множества Эр-Эв-Рав, ибо сказано дворим 8 дробь 18 Он сделает тебя милосердным и проявит к тебе милосердие. Кто милосерден к своему товарищу, тот непременно принадлежит к сыновьям нашего отца Авраама, и кто не милосерден к своему товарищу, тот непременно не принадлежит к сыновьям нашего отца Авраама». Конец цитаты. Я уже писал об этом выше в главе о милосердии. Принятие ярма неба как безоговорочная покорность Божьим требованиям это ключ к исполнению роли человека, того предназначения, ради которого он был создан. Не приняв Божье ярмо, человек не способен достичь ни святости, неподлинного и точного познания Бога. Вот почему я начал эту книгу с темы о ярме Бога. Но чтобы с уверенностью и радостью принять ярмо, необходимо для начала выработать несколько важных качеств веру, почтение, смирение, покорность перед Богом и любовь к Богу. Итак, не будем забывать, что вера в Бога, укорененная в откровении данном Израилю на горе Синай, является основанием божественной структуры Торы. Вера тот первый шаг, который должен сделать как каждый еврей в отдельности, так и вся нация в целом. Мы должны начертать этот важный принцип на своих сердцах, чтобы он освещал наш путь на земле. Вера в Бога, в Его всемогущество и бесконечное величие, мудрость и понимание, Его господство и владычество над всей вселенной ведут нас к почитанию Его. Почитание Бога, предстояние перед верховным царем царей в страхе и ужасе, перед Его неописуемым величием, владычеством, мудростью и силой ведут нас к смирению, покорности и скромности. Смирение, покорность и скромность, осознание незначительности человека, понимание, что он лишь пыль, что он возник из зловонной капли и заканчивает свой путь в пыли, бесконечно далекий от величия и славы, мощи и мудрости Создателя, все это ведет к жгучему желанию держаться Творца, с радостью и полнотой творить Его волю и подражать Ему. Такое сильное желание называется любовь к Богу. Любовь к Богу, как жгучее желание творить Его волю, подражать Его качествам и исполнять Его заповеди, ведет к принятию ярма неба. Принятие ярма неба абсолютное и совершенное, как желание полностью отдать себя служению Верховному Владыке, не оспаривая и не извращая Его качества мысли и пути, ведет к святости и знанию Бога, а также к пониманию Его истинных путей и истины Божьей Торы. Святость и знания Бога возвышают человека из животного состояния страха и ограниченности, учат Его уповать на Бога. Упование на Бога это ясное и полное понимание того, что если еврей следует Божьим путям и заповедям, служа Ему, ему нечего бояться ни на земле, ни на небе. Это понимание ведет к мессирут нефеш самопожертвованию. мессирут нефеш готовность отдать во имя Бога и Его законов все, что у тебя есть, будь то богатство, время и даже жизнь ведет к к освящению Божьего имени. К ведет к быстрому избавлению и славе, величию и великолепию, как Бог обещает в Ешаяху 60 дробь 22. Именно этого должен желать каждый еврей, именно в это вкладывать все силы, чтобы каждое творение признало Бога своим Создателем, поняло, что Ашем, Бог Израиля, есть Царь, А Его Царство распростерто над Вселенной. Дорогой читатель, давайте не будем забывать об этих принципах, давайте погрузимся в них, чтобы они стали молоком и медом на нашем языке. Песнь песен 4 дробь 11 11 11 18 19 20 23 20 21 22